Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработок вручили в эту сколу поезды. Не запринято, уезжаем. Ваша сноха сбила человека. 90-летняя пенсионерка из Шымкента стала жертвой коварных мошенников, которые выманили у нее полмиллиона тенге, притворившись полицейскими. Незнакомец позвонил женщине и заявил, что ее сноха сбила человека и что наказание можно избежать, если передать крупную сумму денег. Доверчивая бабушка передала аферистам все свои сбережения. Забавно, но сам курьер, выполняя инструкции мошенников, не перечислил деньги, обманув своих работодателей. В ходе разыскных мероприятий оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали мужчину, который приходил домой, потерпевшись за наличными. Им оказался 33-летний житель города. Он рассказал, что согласно инструкции, которую он получил через мессенджер, забрал деньги с указанного переписчиком адреса. Далее курьер должен был перечислить сумму на определенный банковский счет. Но эту часть сделки он не выполнил. Тем самым, по иронии судьбы, обманув своего работодателя-мошенника. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в рамках которых устанавливаются и другие причастные к преступлению лица. Следствие продолжается. Правоохранители предупреждают, будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки аферистов. 775 килограммов героина пытались провести через контрольно-пропускной пункт Туркестанской области под видом крема для обуви. Преступники тщательно замаскировали наркотики в крем, но служебная собака все равно их обнаружила. Двоих иностранных граждан, пытавшихся провести наркотики, задержали. По подозрению в совершении данного преступления задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина. Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять более 15 миллионов долларов США. На трассе Шымкин-Самара полицейские остановили автомобиль Hyundai Tucson и обнаружили в подлокотнике пакет с 47 единицами мефедрона. Подозреваемого задержали и теперь ведется расследование. Полиция призывает граждан быть внимательными и сообщать о подозрительных лицах. На реке Сырдарья задержаны браконьеры. Двоих местных жителей поймали с 14 тушами рыбы и надувной лодкой. При виде полицейских они пытались выбросить снасти в реку, но не успели. Расследование продолжается, а правоохранители напоминают – незаконная рыбалка строго наказуема. В Шымкенте произошел пожар, охвативший три торговых бутика. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на пристройку. Благодаря слаженным действиям пожар ликвидирован. Пострадавших нет. В тушении огня были задействованы 6 единиц техники и 30 сотрудников. В Макторальском районе 43-летний водитель Audi 100 был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Мужчина не был пристегнут и вызвал подозрения у полицейских. После проверки врачи подтвердили наличие алкоголя в его крови. Водители лишили прав на 7 лет и арестовали на 15 суток. Полиция задержала подозреваемого в угоне Деонекси. Владелец автомобиля остановил машину возле автозаправки и ушел на работу. Знакомый решил угнать транспорт. Полиция нашла угнанный автомобиль в Шымкенте и вернула его владельцу. Расследование продолжается. В Шымкенте гвардейцы нашли трех потерявшихся детей за один день. Сначала они обнаружили мальчика без взрослых и быстро нашли его отца. Через полчаса заметили еще одного мальчика и нашли его мать. Затем помогли женщине, потерявшей сына. На поиски ушло 40 минут. Утром первого. Ты на месте. Ты на нас за рвотом вручили до ту сколу поясни. Изопринято. Уезжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...